МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие друзья. Здравствуйте. В обществе нашего журналиста, эпохиального редактора Елены Фетисовой мы продолжаем наши беседы о художниках, композиторах, поэтах, о всех творческих людях, в искусстве которых можно увидеть, заметить, обрести в каком-то творческом виде самого Христа Спасителя. Миссионерское значение этих произведений мы как раз и намерены выявлять, выяснять на радость себе и вам. Сегодня у нас особый по этому поводу автор. Особый автор, породивший, открывший, можно сказать, новую страницу в русском искусстве, породивший целую волну подражаний, вызвавший у недругов пренебрежительный термин, который многим знаком – Воснецовщина. Это замечательный художник из относительно глухого села, из-под вятки, Виктор Михайлович Воснецов. Виктор Михайлович Воснецов, 1848-1926 годы. Выдающийся русский живописец, архитектор, иконописец. Родился в Вятской губернии в семье потомственного священника. Окончил в вятке духовное училище. Поступил в семинарию и начал брать частные уроки рисования. По благословению ректора семинарии и с разрешения отца Воснецов, не окончив обучение, отправляется в Петербург поступать в Академию художеств. Это не был кризис веры. Художник всю жизнь оставался истово религиозным человеком. Скорее, это был смиренный и трезвенный выбор своего настоящего призвания. Во время учебы Воснецов много работал. В основном иллюстратором журналов и детских книг. Женился, Академии не закончил. Вышел со справкой, не желая тратить время на программную дипломную работу. Позже стал членом Академии художеств. Увлекался русским народным искусством. Искал способы выразить его красоту средствами классической живописи. Стал одним из самых известных первопроходцев и популяризаторов русского стиля. В 1885 году был приглашен расписывать Владимирский собор в Киеве. После чего стал получать огромное количество заказов на роспись храмов или эскизы для росписей. Параллельно с этой работой пишет портреты друзей и родственников. Сюжеты на темы русских сказок. Проектирует храмы и жилые дома. Строит дом по собственному проекту. Сейчас в нем находится музей Виктора Воснецова. Он родился в середине XIX века, 48-й год. Да. И кажется, что он вообще... Был Поповичем. Поповичем и каким-то блаженным. Все-таки он что-то недоучивался. Он считал себя недостойным. Он даже поступив в высшую художественную... Поступив в Академию художеств, он не понял, что он поступил. Он подумал, что провалил экзамен и не пошел смотреть результаты. И так все время по жизни. Он и там не доучился, нужно было работать. Он признавал себя никудышним и говорил, даже если я плохой икон, плохо пишу иконы. Но художник лучше, что может делать и должен делать, это писать образы. Хотя не сразу на это согласился. На самом деле, да. Хочется тут начать сначала. До икон, до образов было еще очень далеко. Вообще удивительная история. Первоначально же он был семинаристом. И вообще говоря, это была история для XIX века совершенно понятная, совершенно определенная, казалось бы. Попович, попом тебе и быть. То есть на самом деле духовенство было со словами достаточно закрытым в тот период. И, в общем-то, выхода из него не было. Но как раз во времена Васнецова на законодательном уровне уже появилась возможность поступать куда-то, кроме семинария, для священнических детей. Но удивительно, что Васнецову еще Бог дал возможность родиться в семье такого священника очень просвещенного и готового уважать вот этот выбор своих детей, готового дать благословение. То есть это не было какое-то такое, знаете, он не хлопнул дверью, не сказал, да идите Вы с Вашей семинарией. Он взял благословение у отца, причем после того, как он получил благословение своего духовного начальства. То есть удивительно. Вот казалось бы, у нас такое есть клише, да, про то, что это было такое все-таки темное сословие, бурса, вот попал и учись. Ну или во всяком случае оставление этой колеи, если она для тебя как-то предназначена, объективно говоря, считалось делом. А здесь сам ректор и, в общем-то, таким, можно сказать, коллегиально было принято решение о том, что Воснецов художник по натуре. И поэтому зачем же вот как бы Господь дал такой талант, зачем мы его будем направлять в другое русло. И его вот так вот, он с благословения своего начальства, с благословения отца поехал поступать в Академию художества. Сердина 19-го, ну уже там вторая половина все равно, ну, минуточку. Ну, это была у него наследственная мама, его была художником, таким самородком, которая писала картины, ее украшали. И папа по воспоминаниям хорошо рисовал, да. Получается так, что он на некоторой волне все-таки, стоя на плечах гигантов своих родителей, которые уже проявляли недюжинный талант. И он, конечно же, дождался того времени, когда собственная решимость, что очень важно, конечно, когда дозревает не просто стремление идти по какой-то линии родового служения своего, будь то священческого или будь то живописного, а когда уже возревает в самом молодом человеке эта самая решимость посвятить свою жизнь выбранному служению, что и произошло в жизни Виктора Михайловича. И так не окончил семинарию, думал, что не поступил в академию, уже теперь в живописи, и идет работать. Ему надо было сводить концы с концами по 25 рублей в месяц за карты графические, за рисунки в журналах. Резал доски для гравирования. Секретарская деятельность при начальнике генштаба. То есть это очень интересная и тоже дополнительная компетенция, когда эти всякие карты, точность географических расположений тоже стала его уделом, потому что та техника, которую он впоследствии продемонстрирует, с одной стороны, не хотя подражать великим техникам художников эпохи Возрождения, он, тем не менее, становится русским Рафаэлем. Обладателем очень крепкой руки. Необыкновенно мощным, потому что если бы вот этот его некоторый модерн не был бы столь высоко обеспечен художественным мастерством, то это, казалось бы, пошловато. И сейчас мы как-то постепенно перейдем к его первым иконописным трудам. Он впоследствии занялся оформлением книг, русских сказок. Несколько азбуков Снецовских вышло, да. Азбуки с его картинками. Я не знаю, вы переиздавались ли они сейчас. Это был бы, кажется, прекрасный бы подарок для русских детей. Мне кажется, есть переиздание. Но он уже стал все-таки художником с именем. И тогда, кстати сказать, здесь он уже становится таким на фоне передвижников, на фоне стремления... Начинает экспонироваться в союзе... Хотя не срастворяется с их неореализмом, когда они и евангельские сюжеты пишут с правдоподобием, опровергающим правду Евангелия. Ну, когда пишут Николай Николаевич Геа Христа побитым и изможденным, и измочаленным, против чего выступал всеми силами души Федор Михайлович Достоевский, обличая вот эту новую правденку, которую пытались в Евангелии и истории... Начинал тоже как жанрист. То есть он, конечно, видел силу этого нового направления реализма и начинал как жанрист. Но достаточно быстро вышел из вот этого... Интересно, что на него как раз одна из статей Достоевского так повлияла в умственном плане. Достоевский обличает как раз вот этот жанр ради жанра и стремление везде видеть тенденцию. То есть когда он хорошо замечает, что это уже люди, которые считают себя реалистами, на самом деле уже не реалисты, а в общем-то заложники тенденции. А он страдает. И он, чувствуя себя все-таки не в каком-то сообществе, особенно с такими еще сомнительными какими-то духовными ориентирами, пишет своему учителю-художнику. «Хотелось вам многое, многое написать. Хотелось всю душу излить. А между тем теперь вот чувствую, что ничего толком не выскажу уже и не умею. И трудно высказать то, что внутри души копошится и волнуется. И до слез иногда. И другим их бы заставил плакать, как бы сила да мощь, хотя бы малую искорку Духа Божия отразить в картине. И то великое счастье. Хоть только не оскорблять нашего великого и святого искусства своим утлым маранием. Утлым маранием. И то уже ослабление адских мук бессилия. Кое, кто имел отношение к искусству, понимает вот эту невыразимую муку человека, чувствующего эти божественные гармонии, желающего отобразить хотя бы малую искру Духа Божия, как он пишет. И как это сложно. Как томится душа, пока не разродится вот этим произведением. Для этого нужны мастерства ремесленные. И для этого нужна и вот эта душевная интуиция, понимание того, к чему ты ведешь свое произведение. Да, и понимание своей темы. И Веснецов изначально находит свою тему в народном искусстве, в народных былинах. И вот первые его известные работы, которые действительно ему приносят первую уже настоящую славу, это его богатырская тематика, его сказки. После побоища Игоря Святославовича с половцами. Но его ругали за эту картину. И он... Можно я еще тут немножко процитирую, как он относится к критике вокруг его имени, вокруг этого его богатырской темы, вот этого русского духа, который он желал отобразить. Вы меня так воодушевили, возвысили, укрепили, что и хандра отлетел. И хоть снова в битву не страшны и зверье всякое, особенно газетное, зверье газетное. Меня как нарочно ныне более ругают, чем когда-либо. Я почти не читал доброго слова о своей картине. В прежнее время сознаюсь испорченный человек, сильно хандрил от руганий газетный. А нынче и в ус не дую, как комару кусит. Посаднеет и пройдет, одно ведь меня мучит. Слабо мое уменье. Чувствую иногда себя самым круглым, невеждой и неучим. Конечно, отчаиваться не стану. Знаю, что если смотреть постоянно за собой, то хоть воробьиным шагом, да можно двигаться. Ну, действительно, такое искреннее чувство, христианское чувство своей духовной нищеты, своей беспомощности подлинно отразить то, что хотелось его душе. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, вот и приблизилось время его славы. Причем началась она и с Владимирского собора в Киеве. Да, здесь Воснецов, конечно, обязан, как и очень многие русские художники, на самом деле обязаны профессору Адриану Прахову, который, в общем-то, курировал роспись этого нового собора. И вот как бы его интуиция позволила ему именно Воснецову выделить, поставить как бы... Ну, сначала отказался Воснецов, отказался и Суриков. Предложено было Воснецову, Сурикову и Поленову. У Поленов был перегружен, а Воснецов отказался, сказав, что у него сейчас другие расположения, по простой причине, что он расписывает своих богатырей, он не считал себя способным что-то сделать новое в этой области, иконописи, что-то отойти от подражания. Дело в том, что иконописная традиция тогда даже не обсуждалась. Во второй половине XIX века я спрашивал одну многоопытную наставницу иконописи при ее жизни еще в Троице-Сергиевой Лавре. Говорю, как же Феофан Затворник? Он был ведь такой поклонник и сторонник святоотеческой традиции. Почему в его иконах, которые от него остались, он же писал, мы замечаем немало все-таки элементов той самой академической живописи, а не чистой иконопись, хотя ее в ней, в его работах, конечно, тоже немало. И она ответила, что в том-то и гений святителя Феофана, что он среди века полностью загруженного исключительно академической живописью в иконописи, в написании икон, то есть практически картин духовного содержания, все равно пытался в своих иконах возвращаться к той самой святоотеческой традиции, которая теперь уже только после окончания советского периода в нашей стране получила свое возрождение и возвращение, то есть к этой московской традиции, которая была в своем роде такая русская интерпретация восточного иконописства. Вот Воснецов, когда все-таки берется, он берется уже, ну, по-северному крепко, он берется с научным подходом за свою работу, он начинает исследовать именно древние византийские образцы. И не просто исследовать, то есть исследовать не для того, чтобы скопировать, а исследовать именно для того, чтобы творчески переплавить. То есть он ищет свой образ, который был бы и его образом, и при этом церковным, и при этом отражал бы идею божественной благодати. То есть человек искренне верующий, он хочет, ну вот удивительно, он хочет совместить как бы две таких разных задачи и церковью послужить ко благу, и не отступиться как бы от своей правды художника. То есть он не хочет быть просто вот, ну, как сказать, марателем, не хочет быть копиистом, понимая, что это тоже было бы, ну, с его точки зрения, было бы грешно просто копировать. То есть он понимает, что тогда он бы врал, а это тоже неправильно в храме. И вот удивительно, он действительно умудряется создать эти свои образы, в которых угадывается, ну, вот в его росписях есть там элементы из равенской мозаики, и там, ну, если вот исследователи здесь, вот образ Христа из там такого-то собора в Монреале. И есть абсолютно его собственные авторские элементы, которые потом моментально расходятся и по творчеству других художников. То есть взять даже тему вот этих вот знаменитых тёмных очей, тёмный пламенный взгляд, который обычно называем врубелевским. На самом деле это же воснецовский, взгляд с воснецовских икон, который уже потом удивительным образом у врубеля перетолковался как во взгляд демонический. Это, кстати, в этом тоже есть своя, ну, некое, в общем-то, правильное богословие, потому что демоны, они же тоже бывшие ангелы. Удивительно, как всё-таки люди духовно чуткие, художники, они отражали вот эту духовную реальность. Он совершенно самозабвенно трудился сначала, прежде чем он приступил к этой работе, объехал, только названия городов уже впечатляют – Вену, Варшаву, Венецию, Равенну, Флоренцию, Рим, Неаполь. Таким образом, итальянское возрождение было всё-таки вполне впитано. Не только, батюшка, не только ведь. Рим – это вообще Византия. То есть задолго до возрождения это как раз старые фрески и мозаики ещё византийского, то есть исключительно православного периода. Да, и это очень существенно, что он видел не только то, что уже породила всё-таки католическая эпоха, как бы возвращение к Человеку Божию от Бога человечества. И это и была его задача всё-таки не то, чтобы написать противоположное эпохе Возрождения, но пойти дальше, оказаться в этом передавании Духа Божьего, который ставил себе как задачу, выйти за вот эти рамки человекообразия и шагнуть дальше. Он совершенно забозабвенно работал, несколько раз падал с лесов, потому что начиналось с 10 утра, и пока не прекратится свет солнечный, он продолжал трудиться, опять оставаясь в довольно смиренных понятиях о своём величии своего таланта. Какое мне дело, велик мой талант или мал? Отдавай всё. И вот действительно крепкий организм смог выдержать эти испытания и падений неоднократных лесов, потому что это же был огромный собор, и вот этой непосильной работы без праздников и выходных. Иногда только на дачу на несколько дней к жене и детям под Киев, катал на лодке, рассказывал сказки, которые сам сочинял, рыбачил и опять возвращался к трудам. В результате, по свидетельству современников, после византийского Христа, вот то, что было написано в куполе Владимирского собора, после византийского Христа нет ни одного изображения, которое передавало бы образ Бога человека в такой полноте и с таким совершенством. Говорят, что современные художники останавливаются преимущественно на человеческой стороне Спасителя. Но ведь и Византия изобразила Христа в виде человека. Отчего византийский Спаситель один нас удовлетворяет, а остальные нет? Потому что вот эту тайну Бога воплощения удобно изобразить методами иконописными, а вот поставить задачу себе в этих живописных способах, но поставить задачу передать величие самого Божества – это как раз та задача, которую решал небезуспешного Снецуха. Небезуспешный. Как сам художник пишет о образе Спасителя. «Я опять ищу лик Христа. Немалая задача. Задача целых веков. Искание моей в соборе, конечно, слабая попытка найти его образ. Но я истинно верую, что именно русскому художнику суждено найти образ мирового Христа. До сих пор все-таки русские художники наиболее успели в этих поисках после византийцев, конечно. Христос Равенна и Палермо. Христос остальных западных европейцев всегда личный. Христос Тициана, Леонардо да Винчи и других, или же совсем безличный, как Рафаэль и Микеланджело. Христос, конечно, неизбежно должен быть личен, но личное представление его должно возвыситься до мирового представления его. То есть всему миру он должен неизбежно представиться таким, а не иным. И личное представление отдельного художника должно, наконец, совпасть с этим мировым представлением его. Христос Палермо, несомненно, уже несет черты мирового представления, хотя это Христос Страшного Суда. У нас же при многих личных представлениях его художниками Крамской, Гея, Поленов уже в народном Христе предчувствуются мировые его черты. Иванов, соединяя черты византийского Христа с народным, доводит эти мировые признания его до некоторой осязаемости, хотя и несколько односторонней. Христос Иванова все-таки лучший Христос всей Европы за несколько веков. Задача найти образ Христа, по-моему, задача всего европейского искусства, а русского в особенность. Да, потрясающее отношение. И хочется сказать, что такой же важной и такой же в итоге успешной работой был его поиск образа Богородицы. Потому что вот эта совершенно знаменитая фигура во весь рост Христом, опять же, из Владимирского собора, она качует теперь, можно сказать, по городам и весям. То есть ее многократно копировали. И в подражании. И сам он делал авторские копии. И в подражании ему сейчас... Была там дискуссия, что кого писать все-таки на этой самой... Мне проступили пятна, в последовательности которых узнавался образ той самой во весь рост Богородицы, которая... Которая на самом деле у него уже была. Была. На самом деле эскиз такой еще задолго до того, как он вообще в соборе начал работать. То есть в какую-то минуту жизни трудную он нарисовал Богородицу. И тогда в России сомнения отступили за этим мистическим указанием писать Богородицу. Ну и трагическая история его жизни в Варшаве. Построенный собор Александра Невского и сопровождаемый многочисленными мозаиками по его... Потрясающий собор, да, произведение искусства. В 20-е годы он разрушается на его боже. По решению польского правительства, да. Ну, как оплот, так сказать, русского имперства. Части, не знаю, остались ли до сих пор в Белорусской... Небольшие, небольшие, да, просто фрагменты буквально сохранены. Вот такая непростая жизнь, такой светлый порыв всей его жизни отразить Христа для будущих поколений. И, конечно же, это свидетельствует о том, что сам художник был отпечатлен его именем. На его душе собственной был Христос отпечатлен. И вечное его спасение не вызывает сомнений. Благодарим Елену и вас, дорогие друзья. До скорых встреч. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»